Добрый день! Видно? Слава Иисусу Христу! Слава вовеки! У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. То есть согласен? Конечно. Хорошо, давай, слушаю. Я обещал видеообращение, но у меня ничего не получилось. Никак не смог я закачать. То ли у меня что-то с компьютером здесь зависает, то ли я не понимаю. Ну, поэтому решил выйти из КАР. В принципе, у меня-то ничего такого секретного нет. Вы слышите хорошо? Я хорошо слышу. Поясни, что за обращение, к кому, от кого. Прошение от меня. Там что-то... Там что-то... Ну, предварительно немножко расскажу. Ну, ездил уже на Украину. Я писал тому. Ну, к своим, к тёще, к жене. Ну, и ездил, ехал с планами большими. То есть строить дом или покупать дом. Такие у меня планы грандиозные, как говорится. Но все мои планы как бы рухнули. Рухнули почему? Потому что, ну, приехал с первого дня как-то, я увидел что-то не то. Жена какая-то нервная. Потом на второй день, вот, как начал утром молиться веру, я сказал духа истинного. Она вообще как будто, ну, взбесилась, можно даже сказать. Не захотела молиться, там пошла, подняла всех. Вот, родственников, там начали меня опять брить. Вот это всё началось. Ну, говорю, не нравится, ладно, молись отдельно. Вот. Но на третий день опять. Потом предложили поехать к старту. Я согласился, хорошо, поехали к старту. Вот, старец говорит, ну, молится человек. А как молится, он спросил у меня. Ну, говорю, отче наш, я взял с Евангелия, с Библии. Вот, а в молитвословии там не хватает фразы последней. Вот, в храме батюшка там ещё добавляет. Поэтому мне, говорю, ближе к сердцу моему слова Христа, поэтому я взял с Библии. Вот, ну, он, там ещё поговорили, он говорит, он фанатик. А жене говорит, отцепись от него бороды. То есть, борода не спасает, но если хочет, пускай человек носит, так он ответит. Ну, и жене сказал, говорит, твое дело, дети, кастрюли и сковородки. Как бы, приехали от старца, ничего не, никто не прекратил. Опять брили-брили, опять, короче. И уже вера я не той, я уже сектант. Ну, как, сектант, если я с вами хожу в храм, молюсь, ты не так молишься. Ну, в общем, целую неделю у меня такой был кошмар. Но я, как бы, спокойно смотрел на это. Я видел, что это, то есть, это врагу противно. Моё, как бы, такое поведение. Моя молитва ему противная, и он насел на всех моих, как говорится, родственников. Из всего, из всего, что я планировал, оно всё рухнуло. То есть, не строится там, пошёл, нашёл дом, который мне понравился. Жене там не нравится, никому ничего. Ну, полная стена. У меня по жизни так, если Бог что-то устраивает в моей жизни, то везде и люди, которые мне помогают, сопутствуют. И, как бы, везде все проблемы устранены. А здесь какая-то глухая стена. И так, в конце недели уже, в конце недели тоже опять с руганью, с криками, с плачами, вот, братья, жены братья. Посадили меня в машину и увезли на таможню. Вот так я и уехал. Ну, как бы, в сердце спокойствие было. Они кричат, там что-то ругаются страшно. Я смотрю. Вот. И даже мне как-то в некоторые моменты вызывали улыбку. Что им очень, конечно, не нравилось. Вот. Но раньше-то, когда я приезжал, их было пять человек. Я еще называл, говорю, когда еще брился, у меня был такой жилет-станок, сенсор, Excel назывался. Там пять лезвий. Ну, я так говорю, пять лезвий. То есть вы меня бреете. А сейчас появился еще один брат, которого выгнали. Он уже шестой. Он там жил, ну, слушал жену наверняка, как я понял, то есть подкаблучник. И он всю свою энергию, которая в нем затаилась, он все на меня. То есть нашел объект со страшной злобой такой. Ну, как бы, слава богу, все закончилось нормально. Уехать-то я уехал. Вот. И как-то я понял, что там мне нет места. Там нет места. И не вижу я, чтобы я там строился, что-то продолжал жить дальше. Вот. И, по сути, хочу попростить вас, если есть такая возможность, то есть поселиться потеряют. Ну, без жены-то как? У вас жена, надо что, согласилась? Ну, жена, конечно, не согласится. Вы не пьете, не курите, не воруете, не лжете. Это мы знаем. Вы подходяще. Вот. Ну, надо, чтобы жена с вами была. Без жены-то как? Тем более, вы законная муж-жена. А вы венчаны с ней? Да. Ну, вопросов и нету. Твоя задача сейчас так, не оторваться от нее. Потому что бог будет спрашивать вас не про потеряевку, а про жену. Семью надо сохранить. Ну, в такой ситуации, ну, как, она во всем против. То есть, там хотел строиться. Я уже хотел строиться рядом, там, возле ее родителей, то есть, на ее родине. Потому что я с Карпат, Черновицкой области, а она с Волынской. Ну, и уже, я как бы, думаю, ладно, там мне понравилось, в принципе, там нормальное такое место. Но она там против. То есть, она где-то там была Дьячихой. Она закончила духовное училище. И была Дьячихой там... Чем была? Ну, Дьячихой. Близко к районному центру. А что такое Дьячиха? Вот. А что такое? Она, как сказала, она Регент, вообще-то Регент, но почему она говорит там Дьячихой? Дьячиха – это жена Дьякона. Или Дьякониса, как? А, я не знаю тогда. А мне надо понять. Может, Дьякониса? Ну, Дьякониса... Дьяконисой, наверное. Раньше 40 лет не избирается, это нарушение. Ну, вот я прочитал как раз в Писаному Православию. Да. Ну, она Регентом была. Она, то есть, Регентом, и говорит, вот, я... Место там у меня, якобы, там, сохраняется. Ну, она хочет туда. Вот. Но это... Так мы тоже рассматривали, но там очень все дорого. Вот. И там я-то хочу перейти полностью на хозяйство домашнее. То есть, никакие вот эти какие-то работы там... Ну, то есть, не работаем на каких-то учреждениях, то есть, государственных и так далее. Поэтому дом нашел хороший, мне понравился, то есть, земли там полно. То есть, все как надо. Ни в какую. То есть, везде, куда бы я что ни хотел, то есть, как будто связанные руки. Вот как читаешь, Сераху, 25 главу. Ну, действительно так. Связанные руки, постоянно ругань. Что-то, ну, то не нравится, и то не нравится, и то не нравится. И то есть, ну, сложновато. То есть, действительно, я даже представить не могу, что я свою там оставшуюся жизнь проведу постоянно в ругань. И как это все уладит. Ну, конечно, молитва. Так, слушай внимательно. Вот если ты женился, ты знал ее, мать, тещу свою? Ну, знал, как. Увидел там два раза. Ну, люди верующие, православные. То есть, у меня на них никаких вообще вопросов к ним нет. Они добрые, хорошие люди. И мне понравились они все сразу. Нет у меня такого, чтобы это... А вот вы живете... Какие-то претензии нет? Вы сейчас где живете? Вот в данный момент откуда разговариваете? Я живу в Подмосковье. Здесь у меня вагончик. Ну, я так сделал, с двух вагончиков сделал. Там у меня все удобства есть. Вот, когда жена уже подходил срок рожать, я отвез ее к ее родителям. Вот, ну, там попроще все. А сам сдал квартиру и переехал в вагончик жить. Ну, она родила. Я поехал, когда ехал домой, был на родах, там все родила. Мы ребенка крестили. Ну, я поехал опять сюда на работу. У меня здесь, как бы, свой бизнес. Вот такая ситуация. Так, мы когда с вами встречались? Последний раз, наверное, месяца, может, четыре назад. Вы выходили по скайпу? Да, да, да. У нас в Москве с вами личная встреча была? Нет. Не было. Вас там не было на встречах. Чтобы мы точно знали. А вот скажите, а почему вы отдельно от нее, а не вместе с ней? Сейчас. Ну, сейчас, ну, это как бы временно. Я же говорю, у меня были планы там уже строить дом или покупать дом. То есть, я ее отвез, она там родила. Ну, и пока ребенок маленький. То есть, у меня здесь, я постоянно занят. То есть, с понедельника по субботу. И, ну, было бы сложнее для нее и для меня. Поэтому с родителями как-то проще. Я решил вот этот период небольшой. Пусть она побудет дома. Там пища вся домашняя из своего огорода. Никакой химии. А здесь сплошная химия. Здесь сложновато так. Так, вопрос. И вот прошло, прошло-то три месяца, как ребенка мы крестили. И я опять вернулся. Ну, и денег уже собрал там. То есть, у меня уже заготовлено было. Думал, то ли материал. Потом что-то смотрю, будет сложновато сейчас строиться. Начал искать дом. И дом нашел рядом там, буквально четыре километра. То есть, и земля, и все. Ну, меня все устроило, абсолютно. Но на почве вот этих раздражений, то есть, везде глухо. Везде все закупорили. Я понял. Слушай внимательно. У тебя мысли приходят такие развестись с ней? Ну, у меня мысль приходит как? Что время немножко пройдет. Ну, то есть, если там они во всем против, значит, я должен найти дом. И потом сказать, если хочешь жить, ну, вот, мой дом, приходи, живи со мной. Хорошая мысль. Вот. А так развестись? Ну, нет у меня мысли развестись. Я за то, чтобы жить. Я к тому, чтобы ее и не было никогда. Я к чему говорю. Тебе разницы нет на Волынь там ехать или куда-то. Если ты будешь в Потеряевке, построишь дом, приедешь один, то она приедет сюда или нет? Когда ты ей скажешь? Вот это сложный вопрос. А старый, с которым мы вы ездили, он сколько ему лет? 89. Старый очень даже. Он сказал, говорит, слушай мужа. Вот, говорит, насчет дома, слушай мужа. Так он ей сказал. Ну, это ничего не было услышано. Да. Ну, смотри, смотри. Я понимаю, что это враг. Тебе не запрещено. Вот если такая мысль, ты бы там построился где-то, недалеко, за 4 километра, уже все бы насадил в огороде, а ее пригласил, она не приехала. Поэтому ее это вина. Да, речь идет не о разводе, но в том, что она не едет, тем более духовник уже сказал. Смотри сам, в Потеряевке тебе не отказано, мы тебя знаем. Но ты один построишься. У тебя братовья какие-то есть? Друзья, которые помогли бы тебе построиться? Да я для начала как бы, я предварительно так уже прикидывал. То есть я бы переместил вот это все в свои жилища, и это несложно. Переместил бы и транспорт нашел бы. У меня-то техники тоже здесь полно своей. Я бы там что-то придумал. Тягач. Роман, я пока говорю так, как это, вела Мегаса по воде и дымом по воздуху. Ну, если приедешь туда, надо приезжать раньше, чтобы засеять огород, посадить, застолбить. Мы не знаем, сколько человек нынче будет и будут ли. Ну, раз там еще места свободны, четырех сторон у нас, непосредственно в деревне. А ей сказать так, я приготовлю гнездышко, куда ты, моя голубка, должна прилететь. А за это время мы будем молиться. И Бог может положить ей на сердце так, что она будет снова такой, какой была в первые дни. Так что хорошо думай. Если думаешь приехать, всякие семена заготавливай. И в апреле ты уже должен тут быть. Там где-то в конце апреля. Потому что уже земля будет просыхать, чтобы тебе посадить. Сколько ребенку-то? У тебя один ребенок? Ну, с ней один, да. Ну, ребенку-то четыре месяца, вот восьмого будет. Понятно. Так у тебя еще дети где-то есть? Четыре месяца. Я как бы, я понимаю, что это, я понимаю, что весной сейчас, то есть я не успеваю. Но, в принципе, средства-то у меня, запас есть. То есть я, мне этот вопрос, мне этот вопрос, ну, на дальнем плане. В принципе, я могу, главное, чтобы поселиться, там начать уже какие-то строить планы. Вот, а этот первый год я могу что-то там закупить у кого-то по-любому и так жить. В любом случае, Роман, ладно, я понимаю, о чем речь. Так, в любом случае, нужно тебе посадить огородчик. У тебя свой лук, своя редиска, чтобы все было-то. Ты строишься, друзья кто-то приедут, помогают, чтобы у тебя было еще на огороде-то сорвать-то. А дальше уже сельское хозяйство, тут все, кто коров держит, кто овечек, кто что. Это на месте все. Надо на месте все посмотреть. Я думаю, что тут непоправимого нету. Если бы она тебе изменила, ну, жена прелюбодействовала, ты имел право развести, другой причины не ищи. А то сегодня в патриархии 12 причин нашли. Она не слушается, я развелся. Это не причина. Христос сказал только одна причина. Если она тебе верная, значит, позаботься о том, чтобы молиться, и мы будем помогать. Приехать надо будет в апреле. Сворачивай все дела, не откладывай тут. И будем все время вместе тут и молиться, и в храм ходить, и работа тут найдется. Но обязательно, чтобы у тебя были хотя бы два товарища, которые будут жить, которые помогали бы, потому что это работа. Деньги есть, можно нанять, экскаватор нанять, фундамент выкопают. Вы видели, у нас там один строится нынче, он уже фундамент заложил, нижний этаж. Это работа. Ну и шесть братьев больших, да у них еще племянники уже там по 17 лет. Там кипит работа-то. Строится, ты сам знаешь как. Ну у нас для этого все есть. Самое главное для воспитания детей. Все учителя, все верующие. Мы никого не тянем, но даем знать. Даем знать, что мы существуем. Сегодня возможность есть. А завтра, если где-то тут, как говорится, шуганут пыльным мешком, как отец говорил-то, народу может быть столько, о чем мы даже не предполагаем. Люди будут искать кусок хлеба. А тут все свое. Все. У нас у старосты 180 гектар пшеница. Своя маленькая мельница, и ты мукой обеспечен, русская печь, пеки, ты ни от кого независимый. Колодец копай, тебе электричество отключили, нужды нет, ведром почерпнешь. Это деревня. Тем более, в таком мы месте находимся, что и от железной дороги 4 километра, и до города всего ехать 3 часа, они там молочку сбывают каждую неделю. Ну, то есть, мы считаем, вполне, и не рядом с городом, 150 километров. Не каждый сунется туда. Так что думай, и к концу марта ты уже прими решение. А уже с середины апреля прямо нужно, говорят, лыжи смазывать. Один раз приехали. Так, ну, смотрите, я как планировал, ну, вот после этого разговора с вами, то есть, я планировал ее, то есть, поставить известно, что так и так вот. Но она, конечно, будет против, потому что там, вот пока, братья эти говорят, пока не побреешься, не приезжай, то есть. А, это сатана говорит. Значит так, слушай, ты ей скажи, скажи про бороду забудь, я хозяин. Я не хочу быть подкаблучником. Ну, я давно уже это сказал. Христос с бородой, апостолы с бородой, пророки с бородой. Ну, что тебе сейчас сказывать-то, когда-то Бог дал мне мужчине. А она может... Я все говорил, что ты к святым приравнялся. Что ты к святым приравнялся. Что ты к святым приравнялся. Ты смотри, так что, смотри, куда он залит. Приравнялся. Мне равняться не надо, Бог так сделал-то, я ее не трогаю. А вы ее уничтожаете. Что она спасает? Так нельзя рассуждать. А брови еще не бреешь, скажи. Ты брови-то почему не бреешь? То есть, вообще, понимаете, разрешили одному быть бритому. И он теперь взял такую власть, чтобы все были бритые. Это вообще вообразить нельзя. Вот допустили одного неженатого монаха. А они захватили власть. Все должны быть неженаты. И все, как у католиков, священники должны быть неженаты. Женятся друг на друге. На одной рогожке не спать. А в постели в одной можно. Однополые браки садомиты. Поэтому для нас это все указ. Никто не командует против того, что в Слове Божьем написано. Твой образ соответствует образу Адама. Адама. Пророкам. Давиду. Всем апостолам. Семидесяти. Иоанну Златоусту, святителю Христову Николю, Иоанну Кронштадтскому, Феофану Затворнику, Игнатию Бричанину. Все с бородами были. Все до одного. Не канонизированных. Конечно, я все обрискал, но... Никто там не хочет слушать. Там... Уйди ты со своей Библией. Отцепись, то есть... Я даже не процепляюсь. Я, в принципе, читаю Библию. Но каждый день я читаю. Я уже привык к этому. Я уже книга. Я там, как сказал, что я купил у вас все книги. Там вообще ужас. Но там вас просто говорят... Не любят. Вот так можно сказать. Ну, я знаю, как это. У меня клеймо такое. У меня прелесть, гордыня. То есть, то, что подходит... Это у всех. Прелесть, гордыня. Прелесть, гордыня. Они сопрели в этом. И главное, это болезнью болеют священники, епископы. Куда они прилепляют-то? Христу говорили. Христос пришел... Для того имелся Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. 1 Иоанна 3,8. Они стали говорить силой князя Бесовского Вильзеула. Ну, что спрашивать-то? Он его сковал. Он его разбил. Поразил в городу. Смертью смерть попрал. А он князь смерти. А они Христа обвиняют в связи с сатаной. Это в гордыне и прелесть. Градий Тихонович, ну, то есть, ситуация... Ситуация сложноватая. Ну, я как бы... Ну, так уже прокручивал разные варианты. Ну, даже если она вообще конкретно, ну, упрется, не захочет... Это ее дело. Я уже даже готов был... Если она сильно вообще противница будет моя... Ну, я уже как бы готов жить один. Ну, а что делать? Да. С Божьей помощью. То есть, честно я вам скажу, вот... Я могу как бы с Божьей помощью. То есть, мне жениться в другой раз там не надо. Нельзя. Даже думать об этом нельзя. Но за ней на поводу идти тоже не повеленно. Муж глава. Учить жене, не позволяя не властвовать над мужем. Она властвует над тобою. Жена должна быть без голой. Куда иголка, туда нитка. Я там заметил... А она нитка с уздами. Я заметил, что там... Теща командует. То есть, она выросла в том, что она видела, что мать командует отцом. А отец смиренный такой, я... Он вообще замечательный человек. Я ничего... Он просто делает свою работу. И все там... Ну, уже в возрасте тоже, то есть. Но он больше всех мне понравился. Он молчал. Вот. А когда уже в конце там уже теща говорит, что ты молчишь? Давай там его. Ну, он встал, говорит. Ну, мы не такой веры, как ты. Я говорю, почему? Я хожу в тот же храм. Я молюсь так же. Как? Ну, вот он. Он даже не знал, что сказать, бедный. Он очень смиренный. Бывает смиренный. Конечно, редко найдешь. Но я говорю... Бывает смиренный, а бывает безразличный. Мать командует. Бывает безразличие, не надо принимать смирение. Какое это смирение? Когда жена командует, а он нет. Это не смирение. Он сдал свои позиции. Он глава, глава. Голова думает. Он может... Говори. Да, он может... Ну, сколько лет там они прожили много-то? Он уже там... Он привык этому всему там, поэтому... А я им сказал, говорю, у меня отец был хозяин. То есть он... Я такой, я мужчина. Почему? Где мои... Ну, скажите, что плохого? Я сделал, может, что не то. Где моя ошибка? Говорю, Бог мне в всем помогает. Финансово я нормально стою. Ну, там, не миллионер, но я могу купить дом. То есть на это у меня средства есть. У меня есть еще работа, о чем сейчас очень трудно. Какие проблемы там? Не пью, не курю там. Нет у меня ничего такого, чтобы... Борода, но это мое мужское. То есть они не могли ничего сказать. Они только вот это прелесть гордыня. Ты там сектант там и все. И никаких, то есть под этой никакой почвы нет. Это монахи заразили этими словами, потому что они являются прелестниками. Библию Божию заменили вымыслами человеческими. А еще он с Серафимом Сарусским молился-то. А они в прелести-то находятся. А чтобы о них не подумали, вор кричит, держи вора. Ну, этот брат Владимир, которого выгнали там, он жил 4 года. И тесть там напился, его выгнал. А он перед тем, как жениться, был 2 года послушником. Послушником в монастыре был. Ну, он собирался там прозорливым старцем стать, но у него не получилось, он женился. Ну, и он мне, ты смирись, тебе 6 человек говорят, поврей бороду, смирись. Я говорю, тебя попортил монастырь, вообще искалечил тебя. И, ну, конечно, все это у меня только выздавало улыбку. Потому что я понимал, что на них-то вины никакой. Я вижу, что дьявол просто наседает сильно со всех сторон и давит. И все, я только на него выросил свои стрелы. Слушай, Роман, как жену-то звать? Мария. Мария? У меня мама Мария. Мария, да, помолитесь. У меня мама Мария, мама. Ну, и мама у меня Мария тоже. Ну, что, Господи, помоги, дай ей покорность, Слово Божие. Она, видишь, если бы она... Я, которые мужья совсем не могут ничего... Я говорю, вы поезжайте в Чечню, но только там, где граница с Дагестаном. И она будет послушать через один день. Только пойди там в тейп и скажите, я православный, а жена не слушается. Помогите ее в послушании. Один раз ее вызовут, и все кончилось. У нас рассказывает, приехали они в Казахстан. А баба такая крутая, она над мужем. А муж выпить бывалый выпивал-то. Ну, и она начала там гордебачиться-то. А он ее там и маленько, видимо, полечил. Ну, поколотил. Она кинулась в милицию, написала заявление. Так, начальник там, который был, просчитал. Кто там, инспектор, и говорит. Так, это ваше заявление? Ваше? Это ваш муж? Он не первый раз уже? Да он и в России такой был. Хорошо, я передаю дело в суд. За это дело, что он руки прикладывает, рукоприкладцы. Года четыре ему обеспечено. Так что вы простите, сидите семь. Я его арестую сегодня уже. До суда. Как она, жена, взахолостя? Да как так, да я. Так, а у вас откуда средства? Да он у меня работает, он обеспеченный. Он такой, хоть и не особый бизнесмен, но дом купить себе может. Она ему выдала все. Он говорит, все, окончилось. Поэтому сейчас я наряд посылаю, его арестуют. Где он находится? Она боится сказать, где он находится. А где соседа выпивают там сидят. Он говорит так, вы заявление берете назад? Беру назад. Он говорит, это последнее заявление. Если ты еще один раз придешь с заявлением, я тебе у нас специально для таких, вон там подвал посажу, я тебя заморю там. Я тебе через неделю один раз дам поесть и попить. Пока у тебя кости они не останутся, я тебе научу. А потом тебе туда спущу мужа. И он с тобой поговорит. Чтобы мы увидели, что ты слушаешься. Потом сядет его здесь, ноги будешь мыть ему и воду пить. Все кончилось. Больше она ни разу не пришла. У нас милиция, если бы работала вот так, он не бил, ничего, рассказал. И все. А мужика вызвал. Вызвал и дал ему трепку. Как ты мог так довести, что жена тебя в тюрьму сажает? Ты зачем ее трогаешь-то? Казахи не глядят, что киргизы там они такие-то. Они умные. Они умеют бабами руководить. Он как приструнил мужика-то. Еще одно замечание. Если жена придет, он знает, что она уже не придет-то. Я все равно узнаю через соседей. И хоть пальцем мой тронешь, я тебя домой не допущу. Я тебе сделаю по высшей шкале. Шесть лет получишь, не четыре года. И все кончилось. Семья направилась. А у поляков так. Если муж с женой не ладится, их обоих арестовывает, говорит. И сажает в одну камеру. Отдается одна ложка, одна чашка, одна постель. Через две недели выходят, обнявшись, и ничего нет. Мудрость бывает хорошая. Я говорю, а как ты жена? Она говорит, у тебя такая была. Одна говорит, непослушная. Я слышал в интернете такое есть. Ну, я, говорит, увидел, он мне так понравился. Он говорит, ковбой. И кроме того, у него, говорит, своя фазенда есть. И он приехал. Я, говорит, спряталась и смотрю, какой мужчина прекрасный. Ну, он посватался за меня. Ну, родители согласились. А он молчил, 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 говорит, все. Ну, поехали. Она недалеко у него была. Километров там 200 от них. Едем, говорит. У него запряженная лошадь. Кажется, две даже было. Вот едем дорогой-то. Я его спрашиваю, а вот это место кому принадлежит? А он молчит, сидит. Ей неинтересно. Она еще спрашивает. Она как стрекочет, как сорока-то. А он молчил, где муж молчит и прочее. Там семьи крепкие бывают. Особенно же молчит. И вот лошадь у нее споткнулась и на колено упала. Он, раз. Она говорит, а что такое раз? Он молчит. Надо же так. Никого нету. Раз. Проехали. Уже недалеко где-то было. Лошадь опять споткнулась. Это же самое. Он говорит, два. А что это такое? Не отмечает. И уже, говорит, видно. Он говорит, она увидела дом. Это ваш дом. Она молчит. И лошадь третий раз споткнулась. Он, говорит, вышел. Взял, говорит, у него с собой, говорит, ковбоя пистолет. Говорит, в ухо поставил. Выстрелил. Лошадь ногами подрыгала и все. Я, говорит, завизжала. Ты убийца. Ты садист. Ты начала кричать. Он, говорит, молча стоял. Потом, говорит, раз. Я, говорит, уже 50 лет живем. Говорит, уже два он не повторил. У разных народов. Разными. Ну ничего, я после таких, то есть. Да, я после таких, как бы, горячих. Ну, я там в горячке никакой не был. Я удивился. Я говорю, ну, уже едем. И мне смешно стало. Они говорят, ты, если не побреешься сюда, не приезжай. И вообще мы тебя грохнем, если ты приезжаешь. А мне смешно стало. Я засмеялся. Он говорит, смотри, бес. Бес в нем смеется. Я говорю, во мне добрый бес, а в тебе злой. В этом мне абсолютное спокойствие. Я знаю, что что-то должно быть другое. То есть надо подождать, выждать, и уже Бог укажет. То есть все-таки я молюсь каждый день. Я на волю Божью. Я не хочу своей. Я всегда прошу воли Божьей. Поэтому помолитесь, Игнатий Тихонович. Я молюсь. Роман, ты помолись, попроси у Бога прощения, что сказал во мне бес добрый. Добрых бесов нету. Господь говорит, я чту отца моего, и беса во мне нет. Нет бесов тебе. Ты от этого отреки. А то бес найдет место. Это понятно, что добрый век нет. Нельзя этого говорить. Это абсолютно нельзя. Бес во мне добрый. Ты что, городиш? Скажи, беса во мне нет. Я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Ты словами Евангелия скажи. На Христа говорили беса тебе. Он говорит, беса во мне нет. Я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Так что тебе надо сегодня же попросить прощения у Бога, чтобы этого не было. Иначе как свинья с крутизны бросишься в море. Ну ладно. Больше ничего нет. Ну пока этот вопрос, больше ничего такого не было. Мы с тобой говорим, и сейчас кто-нибудь увидит, которые за мной гоняются, патриархейные. Они на тебя нападут и будут говорить, что ты знаешь во мне прелесть и гордыня, там бесовская, что угодно. Смотри, что тебя не захлебнутся в этой жиже. Навозной. Да, этого я не боюсь. Этого я не боюсь, потому что у меня уже сколько я часов. Я с вами уже прожил много там, уже потеряюки в Барнауле. То есть заочно. Поэтому это все сейчас видно. Дело в том, что душа моя бы не рвалась туда к вам. Но сейчас события такие, Игнатий Тихонович, ну как ты не крути. Ну вот эта встреча патриарха с папой. Вот это все оно... Если я бы за четыре года просмотрел где-то, может, тысячу часов, тысячу фильмов разных и читал и все. То есть все-таки картина у меня слаживается такая, что на какое-то время надо уезжать и обязательно куда-то вглубь. У вас идеальное место. То есть идеальное. Дай бог жене моей разум, чтобы она поняла это. Ну все тогда, Роман. Поэтому я нахожусь-то вот возле герла этого вулкана. Ничего. Бог силен сделать. Бог силен все направить к тебе. С Богом. Во славу Божию. С Богом. Отключайся давай. Давай. Вот с Сергеем Рискем я тоже беседовал.